Добрую пятидневку, рад всех вас видеть, особенно пламенный привет, разумеется, тем, кто у нас в прямом эфире через перископ. Ну и, соответственно, у нас после брифинга будет доступна еще и запись. Какая наша задача? Наша задача завершить хорошо год с точки зрения информированности, осведомленности. Я уверен в том, что мы непременно это сделаем, потому что за последние, скажем, несколько, собственно, торговых сессий, которые мы пропустили, напомню, что посещал в четверг и пятницу Киев. Если среди вас есть те, кто присутствовал на этой конференции, замечательно. Думаю, что у нас была возможность с вами познакомиться лично. Кое-какие советы получил в плане диверсификации тех инструментов, которые мы анализируем. Теперь будем делать ставку еще и на анализ дополнительных инструментов. В частности, предлагаю добавить в арсенал нашего каждодневного брифинга еще и золото. Полагаю, что среди вас непременно есть те трейдеры, для которых этот актив также интересен. Поэтому будем поглядывать еще и на перспективах этого актива. Тем более, что тот фон, который мы закладываем в основу наших многих инвестиционных идей, он в какой-то мере, опять же, влияет и на динамику золота. Прежде всего, здесь стоит искать параллели, опять же, силы американской валюты. Что касается, опять же, нашего сегодняшнего брифинга. Настроение должно быть непременно хорошее, потому что буквально несколько дней до Нового года мы закроем этот год. Хорошо, что с точки зрения долгосрочных ориентиров он подарил нам много, опять же, затяжных трендов, которые мы использовали. И особенно отдельное спасибо, наверное, даже низкий поклон. Это, конечно же, нефть и рублю, потому что мы верно просчитали перспективы этих инструментов и неплохо на них заработали. Что касается силы доллара, ну, я думаю, мы только в самом начале пути, потому что дальше американская валюта будет чувствовать себя только лучше. И здесь отдельное спасибо нужно сказать, конечно же, американскому мегарегулятору, потому что именно он подстегнул, опять же, прошлый трейдинг. И трейдинг, который мы будем продолжать касательно усиления позиций доллара. Евро – отдельная история. Мы также будем возвращаться к этому активу каждый день, потому что евро – это ключевая бенчмарка интереса к рисковому инструменту, потому что евро – это главный рисковый актив. И я уже вас неоднократно успокаивал. Не нужно переживать касательно того, что у нас больше нет, скажем, идей касательно трейдинга по евро. Это не так, потому что у нас впереди, по сути, серьезный фундамент. У нас впереди ожидание того, что ЕЦБ пойдет на более агрессивный покупок активов. Мы к этой идее будем, разумеется, возвращаться. Если будет нужно и не раз, поскольку в целом знаем, что те, опять же, риски, на которые мы делали акцент в последнее время – это риски низкой инфляции. Они по-прежнему являются актуальной темой. Отдельная история фунт, потому что британец у нас остается аутсайдером. Сегодня мы о нем также поговорим. Но в 2016 год мы входим еще с осознанием того, что в отношении британца очень негативную роль будет играть еще и политический подтекст, связанный с возможным референдумом по факту выхода Англии из состава Евросоюза. У нас это тоже интересная история. Я возвращался уже пару раз к ней, но так детально мы ее еще не анализировали. Поэтому оставил ее на десерт, чтобы у нас, скажем, первый квартал, даже не первый квартал, а первые два квартала 2016 года были очень интересными с точки зрения спекуляций. Сейчас предварительный референдум назначен на июнь. Но я думаю, что сроки будут еще меняться. Австралиец, Новозеландь. Здесь также активы, которые пляшут от актуального новостного фона со стороны национальных регуляторов. Но мы, делая, опять же, ставку на оценку перспектив этих инструментов, знаем то, что еще циклы, опять же, смягчения экономической политики через снижение процентной ставки, они не завершены. И эти циклы, на фоне еще контраста с позицией ФРС, позволяют нам продолжать делать ставку на ослабление и этих инструментов. Что касается японской валюты, то предлагаю сейчас ее опустить, потому что мы в ходе брифинга вернемся к оценке перспектив пары USD и иены. И я уже более подробно расскажу вам про то, что же у нас интересного произошло за последние дни, в частности, за среду и четверг, потому что пятница, рождественский день, нерабочий. Что же интересного, что сейчас можно, опять же, закладывать в арсенал нашего фундаментального подхода и оценки перспектив этих активов. Также не забывайте о том, что буквально три дня осталось до окончания действия нашей акции бонусной. Это бонусное пополнение в размере 20,16%. Новогодняя акция, надеюсь, что многие уже воспользуются. Если еще не успели, то торопитесь. Ну, а если все-таки не воспользуетесь, ничего страшного, потому что в январе мы снова возвращаемся к моим бонусам, которые я давал каждый день, в зависимости от волатильности, которые нас ожидают, опять же, на повестке дня и исходя из тех отчетов, которые также значатся в ходе торговых сессий. Сегодня в 15.30 по московскому времени пройдет мультрадиционный вебинар. Мы еще раз пробежимся по прошлой неделе с точки зрения важных отчетов. Посмотрим, как рынок реагировал на те или иные макроэкономические релизы. После перейдем к основным событиям этой недели. Но понятно, что неделька будет довольно-таки скучной. Но я думаю, что скучной, потому что сюрпризы для рынка последних месяцев, они довольно-таки частые явления. Поэтому, может быть, что-то интересное мы все-таки и увидим. Но, в целом, исходя из тех событий, которые у нас значатся на повестке предстоящих торговых суток, точнее даже сессий до конца этой недели, особо релизов крутых нет. Но попробуем поискать, конечно же, тем более, что до 31 декабря у нас будет еще не один брифинг. В общем, держим руку на пульсе, продолжаем следить за ситуацией. Ну и я стараюсь доносить всю информацию, чтобы вы были в курсе того, с каким фоном мы имеем дело. Ну и заключительный слайд традиционно этого вебинара – это оценка, опять же, крокосочных перспектив в рамках предстоящей недели по наиболее ликвидным валютным парам. Ну а теперь давайте переходить к нашему брифингу. Чуть я затянул сначала, но в целом, наверное, приоритеты расставлены. То, что хотел сказать, сказал. И, наверное, вы в курсе всего того основного, касательно чего нужно было быть в курсе. Черное золото. Актуальная котировка на текущий момент. Мы наблюдаем ее на уровне 37.75. Говоря про локальные, скажем, минимальные уровни прошлой недели. Это, по сути, вторник 35.98. Напомню, что как только мы достигли серьезной поддержки в районе 40 долларов за баррель, я предложил вам взять паузу и пока, скажем, не торопиться с дальнейшим трейдингом. Потому что после того серьезного снижения, которое мы наблюдали, была вероятность локального отката, который мы предвкушали, мы прогнозировали то, что это может быть. И я предлагал вам, собственно, дождаться его, подождать, пока бренд немного отрастет, а после этого искать уже новые уровни, которые позволяли бы нам его также долгосрочно снова засолить. Ждали мы довольно-таки долго, потому что после 40 мы видели, как бренд добрался до уровня, по сути, 37. Точнее, даже практически 35. Сейчас у нас актуальная котировка 37.75. Я думаю, что есть вероятность того, что бренд еще немного подрастет. Давайте пока ориентироваться на значение 40, но это не значит, что сейчас нужно просто погружаться в омут головой и торговать на потенциальный отскок этого актива. Нет, давайте пока наблюдаем за динамикой черного золота, ждем в идеале 40, а потом уже проведем новый актуальный брифинг и поищем точки и возможности для распродажа этого инструмента. Говоря про актуальный новостной фонд, что же стало причиной всплеска интереса в отношении этого актива? Это динамика запасов нефти США. Напомню, что в среду вышли очередные данные по обновленному количеству запасов. Запасы снизились на 5,8 миллиона баррелей против прошлого роста на 1,08. Честно говоря, мы прогнозировали того, что динамика API может повториться, потому что до торговой сессии среды мы увидели то, что от частного агентства API также поступили сигналы касательно того, что запасы снижаются. И это, по идее, уже в авторник должно было настраивать трейдеров на то, чтобы постепенно начинать покупать этот актив. Но в целом динамика восходящая пошла позже, только, соответственно, в среду, в четверг только усилилась. Но основной рост был, конечно же, мы наблюдали в среду. Поэтому сейчас, говоря про те факторы, которые могут быть поддержкой для черного золота. Наверное, это слабости американского доллара, хотя, если мы будем анализировать детально последний макроэкономический фон, мы найдем подтверждение того, что доллар нужно по-прежнему покупать. Потому что целый блок макроэкономических отчетов прошлой недели, заключительных торговых сессий прошлой пятидневки, это, опять же, те поводы, которые позволяют нам с прежней уверенностью ставить на американца. Потому что мы понимаем, что даже ФРС сейчас поглядывает на национальную статистику и ищет поддержку, ищет поводы для покупки, для дальнейшего роста и для дальнейшей позиции касательно ужесточения монетарной политики. Такой позиции придерживаемся и мы, потому что, если ФРС дал нам возможность следить за статистикой, давайте это делать, и если отчеты хорошие, значит, у нас прежняя уверенность в том, что вот этот цикл постепенного повышения космочных процентных ставок, который был заложен в основу уже нового вектора монетарной политики США за последние 10 лет, он будет преемственным. Мы будем наблюдать постепенное, опять же, повышение ставок и даже по самым предварительным подсчетам в 2016 году ставка может быть поднята даже четыре раза. В целом, такой позиции мы тоже придерживаемся, но, наверное, четыре раза это крутовато. Наверное, такой серьезный шаг по нормализации денежно-кредитной политики случится только в том случае, если ФРС может уверенно достигнуть, хотя бы приблизиться к целевому порогу по уровню традиционного давления в 2%. Если это будет так, то, соответственно, конечно же, все будет создано для того, чтобы можно было и дальше постепенно, соответственно, разгонять процентные ставки и создавать условия для роста доллара. Но к американцу еще вернемся. Давайте все-таки закончим с нефтью. Напомню, что у нас сейчас ожидание того, что рост продолжится, торговать ни в коем случае не нужно, потому что с таким же ожиданием того, что бренд может добраться до уровня А40, бренд может также серьезно и просесть. Не хочу, чтобы вы рисковали, особенно тогда, когда вроде бы как с позиционированием все ясно. Быки, наверное, локально будут еще доминировать, потому что непременно захотят отыграть еще хоть какую-то часть процентного эквивалента этого актива. Уж больно, скажем, разгрузочными днями и неделями, скажем, были последние тренды, тенденции на рынке энергоресурсов. И этот тренд, конечно же, нужно скорректировать, сконсолидировать, а потом уже снова возвращаться к тем фундаментальным посылам, которых мы придерживались до этого. Мы непременно будем распродавать бренды дальше. Но сначала все-таки давайте рынку отдадим должное. Однонаправленного тренда, разумеется, быть не может. Прежде чем мы вернемся к новым уже распродажам, нужно все-таки подождать, пока наиграются вдоволь быки и смогут отнять, точнее, основу забрать у стоимости хоть какой-то процент, соответственно, от динамики всего актива. Что касается российской валюты, актуальные котировки 70-53, видим то, что 70 уровень, который является сейчас мощной поддержкой, держится для того, чтобы рубль оказался ниже, то есть укрепился против своих основных конкурентов и доллара и евро. Не знаю, что должно случиться, но может быть, чтобы бренд оказался выше 40 долларов за баррель. Пока, в целом, это только оптимистичный расклад, которого я предлагаю, собственно, не придерживаться как наиболее вероятный сценарий. Я считаю то, что у нас по российской валюте есть очевидный сигнал того, что ослабление нефти будет выступать провокатором для дальнейшей революции. Мы это знали и до восстановительной динамики черного золота и знали то, что эта тенденция сохранится и дальше. Потому что последние данные, которые мы получали по уровню инфляции в России, по темпам ВВП, это в целом позволяет нам говорить о том, что помимо нефти, очень плохо сейчас ситуация складывается и в рамках российской экономики. А значит, у нас по-прежнему есть все предпосылки дождаться более серьезного, скажем, уровня, предполагающего еще больше ослабления курса национальной валюты российской против доллара и евро. И против, кстати, американцев у нас впереди уровень 72, я думаю, что мы до него доберемся. Если говорить на совсем уж долгосрок, хотя в отношении российской валюты я пока не руководствую с долгосрочной идеей, потому что очень рискованно сейчас тренинг проводится. Но как осрочные ориентиры у нас вроде бы как обозначены, это 72. Хотя на рынке сейчас бытует мнение то, что в первом квартале 2016 года пара USDRA покажется выше 80 рублей против доллара. Но я пока эту идею не поддерживаю. Давайте дождемся пока тестирования ближайшего сопротивления на уровне 72 против доллара. Далее идем. Европейская валюта против американского конкурента. Евро реально демонстрирует характер. Видим то, что активно сопротивляется и весьма неплохо это делает против доллара. Актуальная котировка на текущий момент 1.09.72. Я отмечал то, что с незначительной вероятностью мы закроем вместе с парой евро-доллар года выше уровня 0.950. Я полагаю то, что коррекция еще произойдет, поскольку в целом тот фундаментальный фон, который мы анализировали, он указывает на возможность и роста доллара, ну и разумеется на слабости европейской валюты. Важных отчетов, собственно, на последних двух торговых сессиях прошлой недели опубликовано не было, поэтому я снова предлагаю вам обратить внимание на те отчеты, которые вышли в начале прошлой недели. Это индекс цен производителей, слабость которого позволила нам говорить о ожидании более низких показателей по инфляции в рамках Германии и всей еврозоны. И если это подтвердится вкупе, соответственно, с еще большим ослаблением цен на энергоносители, значит, мы будем говорить о том, что еврозона снова на пороге дефляции. А это, по сути, ковровая дорога для того, чтобы ИЦБ снова был проактивным и уже в ближайшее время, ну, по крайней мере, начал анонсировать возможности задействия всех возможных инструментов для того, чтобы стабилизировать показатели потребительской активности через рост инфляции и через новые меры экономического стимулирования. В целом, для нас это возможность дождаться все-таки решения программы QE. Если это произойдет, то, соответственно, евро будет оставаться действительно маутсайдером. Вернемся к целям, которых придерживаются инвестиционные банки и хедж-фонды. Это по-прежнему ожидание как минимум уровня 1.05, но в целом даже консенсус, прогноз на конец 2016 года – это ниже паритетного значения. Поэтому ждем еще больше разгрузки европейской валюты и ни в коем случае не поддаемся вот этому локальному выпаду заблуждению и рыночному позиционированию, которое сейчас может, вроде бы, как создавать условия для того, что евро будет и дальше расти. Оснований для этого нет. Мы уже неоднократно видели, как эти заблуждения на рынке появляются, а потом на рынке снова начинают доминировать прежние тенденции. И те, кто, соответственно, меняет свое позиционирование в такой неправильный момент, оказываются в больших проигрышах. Мы этого позиционирования не меняем, потому что знаем, что евро остается аутсайдером и, соответственно, дождемся еще более низких значений. Как торговать европейской валютой против доллара сейчас? У нас был отложенный ордер с уровня 1.0850, это отложенный ордер с селлстоп. Тейк профит 1.05, стоп лосса, соответственно, был на уровне 1.09. Я предлагаю, учитывая то, что сейчас евро-доллар находится на уровне 1.0972, подтащить селлстоп до уровня 0.09. Тейк профит также давайте оставим 1.05, а лучше, что касается стоп лосса, 1.10. То есть, с точки зрения выгоды и прибыльности, эта инвестиционная идея может оказаться на порядок даже круче предыдущей. И если мы дождемся реализации этого профитного ориентира, мы очень неплохо начнем 2016 год. Далее идем. Фунт против доллара. Актуальная котировка 1.4917, в частности, у нас есть также отложка в рынке. 1.4880, тейк профит 1.4750, стоп лосса 1.4920. Говоря про интересный новостной фон касательно британского региона. Напомню, что на прошлой неделе мы анализировали данные по росту заимствования государственного сектора. И по факту увидели цифру, которая более чем в два раза превзошла отчета прошлого месяца. И в целом это позволило нам говорить о том, что в рамках британской экономики есть глубинные системные проблемы, которые являются следствием и падения экспорта, и дорогого курса британца. И если кто-то пытался возразить, я помню даже исходя из комментариев касательно того, что британец будет расти, потому что в целом торговый баланс будет стабилизироваться. Я, конечно же, не дождался убедительных аргументов касательно такой позиции. Напротив, мы продолжили наблюдать за статистикой. Каждую неделю получали дополнительное свидетельство того, что ничего не меняется, ситуация только ухудшается. Торговый баланс по-прежнему оставляет желать лучшего с точки зрения перевеса экспорта, поскольку экспорт снижается. И логичный вывод связан с этим – это потери конкурентоспособности национальных производителей. Ну а здесь мы ответы нашли именно в силе британца. Это действительно так. По сути, такая позиция была подтверждена и британским мегарегулятором, поэтому мы уже вместе с ним полномерно перенесли сроки достижения целевого показателя по инфляции. И уже не верим в оптимистичные цифры по темпам экономического восстановления. Мы видели, как фунт очень быстро преодолел поддержку 1,5, продолжил снижаться дальше. И если мы сейчас будем руководствоваться какими-то дальнейшими ориентирами, мы поймем то, что по-прежнему британец заряжен на долгосрочное ослабление. И я думаю, что этот тренд будет сохраняться еще долгое время. После того, как мы получали данные по заимствованию, по последним роничным продажам, по состоянию промышленного сектора, я предложил вам готовиться к очень слабым цифрам по ВВП. Напомню, что этот отчет, актуальный последний отчет по темпам экономического восстановления вышел на прошлой неделе. Если мы будем говорить про прогнозы, то они были довольно-таки оптимистичными. Я в них не верил. И по факту мы получили то, что, собственно, и ожидали. ВВП просел как в квартальном эквиваленте, так и в годовом. В квартале 0,4% с 0,5%. Годовой 2,1% против 2,3%. Мы получили еще одно подтверждение того, что наше позиционирование правильное. Мы правильно оценили, опять же, актуальный новостной фонд и увидели, может быть, раньше многих те риски, которые были характерны для британца. И именно поэтому за последние несколько месяцев фонд позволил нам провести не одну профильную сделку. Я думаю, что то ли еще будет, потому что от распродаж британца мы не отказываемся. По-прежнему солим этот актив. А через какую идею я, в принципе, ее уже обозначил. Доллар японская иена. Здесь уровень 120.50. Я, пожалуй, снова напомню про уровень стоплоса, который у нас значится в районе 118.50. Это долгосрочная идея, которая нацелена на то, что пара USD иена сможет добраться до уровня 125. Очень, скажем, 120.50, то есть актуальная котировка сейчас. Очень, конечно же, интересно было наблюдать за последними макроэкономическими отчетами в США и нелогичным поведением доллара. Потому что на прошлой неделе у нас был целый блок макроэкономических релизов. В частности, напомню, это заказы на товар длительного пользования. Хорошая цифра. Нулевой, по сути, прирост. Но на фоне прошлого отчета и ожиданий это очевидный прогресс и позитив. Далее фокус внимания трейдеров сместился на рынок недвижимости. Здесь также отчет лучше некуда. 4,3% против ожидания 2%. После этого был Мичиганский индекс. Здесь тоже один сплошной позитив. 92,6% против прогноза 92%. И в оценку, опять же, активности и оптимизма потребителей по оценке Мичиганского университета анализировался еще показатель ожидания по росту индекса потребительских цен. То есть по достижению целевого показателя по инфляции. И, исходя из того, что мы услышали, сейчас на ближайшие 12 месяцев есть оценка того, что инфляция сможет добраться до уровня 2,6%. Я не помню, на самом деле, последний раз, когда мы наблюдали такой оптимизм в отношении роста потребительской активности. Но в целом, верно, это указывает на то, что, как и отмечалось со стороны ФРС, действительно основания для роста уровня инфляции найдены. И эти основания позволят американской экономике полномерно двигаться к тому целевому порогу, который был обозначен больше нескольких лет назад. Это целевой показатель в 2%. С учетом последних цифр прироста 0,5%, я считаю, что это вполне выполнимая цель. И каждый последующий прирост будет только усиливать наши убеждения касательно того, что ФРС полномерно будет также разгонять только срочные процентные ставки, ужесточать монетарную политику, ну и, соответственно, двигаться на пути достижения целевого показателя. Для доллара это несомненный позитив. Но почему-то в конце прошлой недели мы не увидели логичные реакции американца. Сегодня только, пожалуй, пара USD и иена подрастает. Я думаю, что все-таки вот этот восстановительный тренд продолжится. И до конца этой недели мы сможем оказаться выше уровня текущих значений, выше уровня 121. Что касается конкурента доллара в этой валютной паре японская иена, здесь я, с вашего позволения, сделаю особый акцент на прошедшие протоколы, конференцию Курады. Это руководители Банка Японии. В целом, что мы услышали и что нужно выяснить? То, что японский мегрегулятор по-прежнему будет задействовать все возможные инструменты, чтобы добиться целевого показателя по инфляции. И, наверное, под самым агрессивным шагом, который сейчас стоит подразумевать, это возможность расширения программы количественного смягчения. Мы также ориентируемся на это событие, как, наверное, и на шаг со стороны Европейского Центрального Банка. Но я думаю, что мы непременно дождемся этого, скажем, шага, дождемся этого стимула в самое ближайшее время. Ну, наверное, в первом полугодии 2016 года. И если это произойдет, то у японцев будет серьезное основание для разгрузки. Сейчас на рынке бытует мнение касательно того, что японская валюта дальше будет ослабить, потому что это выгодно экономике. Я хочу здесь сразу возразить, потому что напомню, что АБА экономика после прихода в власти Синза АБА, это, наверное, самое лучшее, что случалось в Японии за последние несколько лет. Потому что после того, как был взят новый вектор монетарной экономической политики через снижение обменного курса, японским компаниям удалось достигнуть небывалых показателей по стоимости акций и квартальных прибыль. Напомню, это исторические максимумы. И все это стало возможным только вследствие, опять же, ослабления курса японской валюты. И только сохраняя этот вектор, можно будет удержать показатели на прежних уровнях и планках. И сохранение этого вектора, напротив, создает нам, наверное, еще большие подпосылки того, чтобы надеяться на более агрессивный выкуп активов, потому что он сейчас необходим. Без него добраться от целевого показателя по инфляции будет просто невозможно. Поэтому USD иену мы продолжаем по-прежнему покупать и пока игнорируем, опять же, ту коррекцию, которая сейчас наблюдается. Фунт против доллара мы также уже говорили про этот актив. USD-CAD. Актуальная котировка 1.38.43. Насколько нам удалось добраться до нашего профитного ретира в районе 1.40? Но я думаю, что, скажем, в январе мы точно сможем зацепиться за этот рубеж. Что можно использовать в качестве факторов разгрузки канадца сейчас? Ну, помимо того, что очень скоро канадец лишится поддержки со стороны растущей нефти, потому что нефть вернется все-таки к коррекционному тренду, и это будет оказывать давление через предпосылки девальвации канадской валюты. Да и плюс ко всему, на прошлой неделе мы получили обновленные цифры по ручным продажам и темпам экономического восстановления. Ручная продажа для канадской экономики, наверное, был последним рубежом, последней надеждой для тех, кто хотел покупать канадца против доллара. Потому что верили, что рождественские распродажи могут оказаться стимулом для этого показателя, и потребительская активность, наверное, к концу года должна была подрасти. Но я полагал, что действительно это будет так, но все-таки сомневался. И по факту, роничные продажи, которые мы получили, исходя из актуальных цифр, просели 0,1% против прогноза 0,5%. Ну и ясно, что исходя из такого показателя, который, наверное, создает один из самых серьезных драйверов для экономики, для экономического роста, было логично увидеть слабые цифры по ВВП. ВВП 0 против прогноза 0,3%, то есть в одном шаге от реальной стагнации и сползания уже в отрицательный ассектор. Я думаю, что это вопрос также в ближайшее время. И на фоне, опять же, таких рисков, на фоне снижения цен на энергоносители, на фоне низкой инфляции, я думаю, что Банка Канады не избежит еще одного шага по снижению процентной ставки. Самое главное, чтобы в этот момент вы находились в верном и правильном направлении. Это уровень, соответственно, 1,40%. Также хотел отметить еще золото. В частности, у нас, исходя из тенденций, которые мы наблюдали в последнее время, видим то, что за месяц золото потеряло против доллара около 10%. Это, конечно же, очень много. Считаю то, что коррекционный потенциал еще не исчерпан. Предлагаю руководствоваться идеей селл-стоп с уровня 1058, стейк-профитом 1045 и стоп-лоссом 1062. И главная причина, которая будет позволять распродавать драхметаллы, это все-таки возобновление роста доллара, потому что реально драхметаллы серебро, платина и персиво-золото не могут похвастаться никаким доходом, кроме как прироста номинальной стоимости. А вот и другие активы, которые представлены на рынке, могут. Это и процентные доходы, это и, с точки зрения облигаций, это и дивиденды, если фондовый рынок, ну и валюта куда более динамичная и предсказуемая сейчас, чем золото. Поэтому ждем еще больше разгрузки этого актива. И, в принципе, долгосрочно я все равно не отказываюсь от идеи того, что мы сможем добраться до уровня 1000 долларов за тройскую унцию. На этом все. Важных отчетов на сегодня, как я уже отметил, нет. Продолжим наблюдать за теми тенденциями, которые сейчас разворачиваются. Может быть, дождемся заключительного аккорда, связанного с новогодним ралли. Ну, я думаю, что вряд ли, но все-таки сюрпризы могут быть. Поэтому спасибо за внимание. Если есть вопросы, вы знаете, что их можно оставлять на нашем официальном канале на YouTube, либо пользоваться формой Амаркетса. Увидимся завтра. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok